друзья приветствую вас это дневной обзор основных событий которые происходят как они влияют на курс рубля доллара евро давайте рассмотрим что произошло и что нам ждать по курсу рубля до конца дня сегодня и ближайшей перспективе сегодня ключевое событие это заседание еврокомиссии еврокомиссия приняла решение предоставить колоссальную помощь в основном эта помощь будет приходиться на юг это италия испания и франция общий объем помощи составляет 750 миллиардов евро и более 80 миллиардов евро приходится на италию около 75 77 миллионов приходится на испанию таким образом текущие проблемы которые возникли вследствие эпидемии и карантина планируется минимизировать на данном этапе но обращаю внимание сейчас эта новость позитивная она указывает на то что экономика евросоюза стран входящих в евросоюз она сейчас подержится на плаву и начнет восстанавливаться в дальнейшем эти принятые меры они окажут негативное влияние на курс евро потому что как ни крути это увеличение в той или иной форме денежной массы и это будет приводить к ослаблению евро против доллара на фоне принятого решения мы видим что индекс доллара начал проседать вот если он сегодня пробьет 98 83 и здесь закрепиться ниже этого значения это позитивный знак это будет указывать на то что в ближайшее время основные валюты будут укрепляться против доллара такое действие это всегда позитив для нефти для развивающихся рынков если такое произойдет от ближайшая цель движения находится здесь так но вот на часовом таймфрейме не такая оптимистичная ситуация здесь по сути пошел отскок разворотная формация но здесь есть ключевой уровень вот сегодня если закрывается ниже 98 и 9 то скорее всего ближайшее время мы увидим дальнейшее проседание доллара против евро и иены фунта и других валют а если же все-таки будет сегодня пробой данного значения то следующая цель движения это закрытие цели которая осталась на 99 17 если произойдет такое возвращение то это будет достаточно негативный сигнал который скорее всего ближайшей перспективе приведет к росту доллара против евро и остальных валют но и в этой ситуации скорее всего цель движения в среднесрочной перспективе там дни недели она будет находиться вот здесь вот в районе 99 85 так но евро доллар скаканул на фоне того что предприняты меры по спасению экономики евросоюза особенно юга который всегда проблемный был в экономическом смысле вот здесь у нас на что стоит обратить внимание вот есть здесь волшебный уровень который находится чуть выше 1 целые 10 11 вот если закрепляется выше этого значения сегодня это позитивный знак в этой ситуации наиболее вероятно что в ближайшее время мы увидим следующий этап движения евро доллара цель этого движения будет в районе 11 61 1164 вот сюда вот и в перспективе если он сюда доходит и здесь закрепляется у него будут две цели первые это 1 целый 1286 и следующая цель движения будет находиться вот здесь вот одна целая 1362 то есть если сейчас начинается вот это восходящее движение мы увидим реализацию модели укрепления евро против доллара и в данной ситуации конечная цель траектории движения будет проходить где-то вот здесь вот в районе 1 целый 1362 для этого первый шаг это закрепление выше 1 целый 10 11 так но здесь вот часовик у нас несколько проблемный по евро баксу его проблемность заключается в том что здесь произошла разворотная формация для того чтобы это разворотной формации не было реализовано то есть она была сломана надо чтобы проседание которое сейчас будет корректирующий откат он не пробил на объеме одну целую десять десятых то есть одна целая одна десятая если вот это значение не будет пробит он остается в этой верхней части здесь торгуются это приведет тому что последует набор позиции который в дальнейшем приведет к пробитию вот этой верхней границы и отработки тех целей которые мы с вами сейчас смотрели на дневном таймфрейме так на текущий момент фьючерс на снг и продолжает свое позитивное движение цель находится на 3055 3052 у нас образовалась новая сильная поддержка это 2980 пробития диапазона 2975 2980 приведет корректирующему движению цель которого будет возврат по 2065 и торговлю в диапазоне 2950 2910 пока как бы динамика позитивная если здесь удерживаемся сейчас вот локальное локальное сопротивление это три тысячи десять три тысячи вот если не пробиваем это значение это вообще очень хорошо это говорит о том что здесь будет проторговка набор позиций в ближайшее время отработка вот этой цели который 3052 3055 такой ход событий позитив для рынков и соответственно если это произойдет мы увидим мощное движение по российскому рынку поскольку у нас идет наибольшей корреляции именно с фьючерсом на американский рынок такое движение это позитив для рубля то есть рубль ну скорее всего его сейчас не пустят особо сильно укрепляться при такой нефти но тем не менее по крайней мере он удержится на текущих значениях против доллара и евро так далее доллар рубль давайте посмотрим что нас ожидает сегодня но где-то в 45 по ум если не ошибаюсь завершается аукционов и за и после этого соответственно фактор аукцион он перестает играть особую роль соответственно здесь возможно движение по рублю против евро и против доллара так сейчас текущий диапазон а это консолидация от 70 целых семьдесят восемь сотых до 70 1 целый 17 сотых вот здесь вот так вот на текущий момент здесь образовались два уровня это 71 и 1 и 2 уровень 71 15 вот если он приходит в этот диапазон и здесь закрепляется точно начинается проторговка с набором позиции то вполне вероятно что сегодня или завтра мы увидим движение на пробой 71 22 и отработка цели которые находятся вверху в данном случае это попытка сходить вот в этот диапазон 71 52 71 40 в том случае если сейчас образуется разворотная формация то мы отсюда увидим откат вниз то есть ослабление доллара цель движения 70 целых 90 сотых вот сюда вот в этот диапазон вообще здесь наиболее вероятно что мы сегодня увидим хождение вот в этом диапазоне 70 10 70 78 пробитие на объеме верхней нижней границы приведет движение в соответствующем направлении в том случае если происходит касание верхней нижней границы и при этом идет снижение объема это с наибольшей степенью вероятности будет означать то что последует откат и возврат проторгованный диапазон вот но сейчас здесь есть определенная разворотная формация и при возникновении негатива на внешних площадках или по нефти мы можем увидеть с учетом того что конец месяца все-таки по крайней мере краткосрочное движение которое будет связано с попыткой сначала тестирование вот этого локального хая 71 20 и случае его пробития движения с целью отработать цель которая находится 71 41 70 152 так далее евро рубль но смотрите здесь у нас ситуация она во многом обусловлены тем фактором что евро вырос против доллара на фоне того что проседает нефть вот у нас здесь образовался новый уровень 78 36 и пробитие данного уровня на объеме и закрепление приведет тому что евро продолжит движение первая цель будет попытка пробития вот этого локального хая 78 62 случае пробития закрепления мы увидим за дерг и отработку цели которые находятся на 79 24 сейчас как бы идет здесь попытка разворота если это попытка разворота и движение вниз удается и если евро закрепляется под уровнем 78 18 то мы увидим дальнейшее движение вниз по укреплению рубля цель этого движения будет находиться на 77 92 если не удерживается здесь наступает пробитие на растущем объеме то мы увидим движение цель которого будет 77 80 вот сюда вот в этот диапазон если пробивается и более нижнее значение соответствующее данному уровню это 77 67 то здесь как бы мы проваливаемся и уходим сначала на 77 с половиной а потом на тестирование уровня 77 20 сейчас я думаю скорее всего мы будем торговаться наиболее вероятно в этом диапазоне 78 33 78 05 пробой на объеме верхней и нижней границы приведет к соответствующему движению вверх с целью пробития вот этого перихая 78 и 6 вниз если будет пробой на растущем объеме то конечно и наиболее вероятная цель движения будет 77 78 вот сюда вот в этот диапазон но если совсем как бы ювелирно смотреть 15-минутный таймфрейм что у нас здесь получается либо в ближайшее время мы удерживаем уровень по 15 минутки 780 37807 если пробитие на объеме на объеме этого диапазона не будет то здесь возникает проторговка из которой последуют дальнейшие движения наверх если мы на объеме пробиваем этот уровень то последует движение вниз цель которого будет диапазон 77 80 77 76 вот сюда в этот диапазон отработать закрыть цель который здесь сформировался если оперировать 15-минутным таймфреймом обращаю внимание что цели на разных таймфреймах могут отличаться вот такое мое видение по поводу основных валютных инструментов спасибо за внимание всего самого лучшего